Мы говорим о электросиле. Где мы говорим о электросиле? На вокзале на 5. К слову о том, что вы можете также работать, как электросила работает со мной. Ведь что необходимо? Ведь вам главное, чтобы вы выглядели и вас видели постоянно. Понимаете? Я это делаю, естественно. Если вы также заключите договор со мной, то сумма вашей арендной платы за телевидение будет реально небольшая. Она будет даже дешевле, чем вам предлагает ТВИН. Но материал-то будет больше. Все остальное возьму взаимозачетным. Я это проберу. Это никаких проблем у меня не возникает. И вы также будете хорошо и качественно работать. Теперь вопрос все-таки, а почему сегодня немного другой разговор? Потому что я не просто благодарен. Я готов на колени встать. Потому что тем, чем я занимаюсь, а это стендовый моделизм, еще остальные примочки, паяльников целая куча, цешки, все это красиво и ровно. К сожалению, дальнозоркость уже начинает. Так вот, у меня сейчас здесь есть замечательные приспособы для зрения вблизи. То есть я вот, понимаете, в чем проблема? Вот сейчас днем я вот даже эти вещи вижу, понимаете? Когда света много, но когда света мало, мы этого дела не можем увидеть. Вы даже не представляете, я вот до сих пор сейчас-то вижу, понимаете? Потому что света хватает. А когда света мало, мы не можем это видеть. Это стандартная ситуация. И вряд ли это коррекция зрения. Может быть, что-то сделаем, но это будет чуть-чуть позже. То есть я им реально благодарен за то, что они мне дают. А дают они много. Что за моей спиной? Первое, это второй вход. А затем огромный склад. И все это на вокзальной 5. Мало того, Пальма первенства только в электросиле. А сегодня мы ее и благодарим. И не только от моего лица. Одни слова благодарности. То есть спасибо всем тем, кто здесь работает. То есть очень удобно заходишь. Все, видимо, то есть можно обойти весь магазинчик, посмотреть наличие товара. Ну и, как всегда, все всегда в наличии. То есть ты заходишь с уверенностью в том, что ты обязательно возьмешь то, что тебе надо. И, конечно же, продавцы, которые грамотно подскажут и продадут то, что будет служить долгие годы. Цены замечательные, дешевле, чем у многих. Люди очень отзывчивый персонал. То есть активный, хорошо, квалифицированный, отвечает на вопросы. То есть буду брать. Благодарность. У вас есть к этому магазинам? Конечно, есть. Всегда есть ассортимент большой. Все можно купить. Проблем вообще никаких нет. То есть можно сказать, что спасибо, да, что у нас есть? Да, большое спасибо. Тем более недалеко живу. Да, конечно, благодарность. Всегда подскажут, всегда помогут. С выбором. Есть многое чего, да? Выбор здесь большой, да. Выбор здесь большой, да? Да, и цены более-менее. То есть, в принципе, можно приходить сюда? Можно даже. Да, магазин хороший. Я раньше покупал арматуру. Все надежно. Наверняка, что даже часто заходите, да? Ну да, постоянно. Какое-то, что здесь. Бывает. Жду. Ну, по сути, мент хороший. В принципе, и то, что надо. Всегда надо наличить. Есть. Благодарность электросиле. Есть она у вас? В принципе, да. Почему она у вас? Ну, довольно-таки богатый выбор. Различных электро... Ну, как правильно сказать? Приспособ, будем говорить. Ну, наверное... Там же много всяких... Электродеталей, да. Тут можно найти очень много вещей для... Ну, и для домашних. Как бы, для домашних нужд и для производственных каких-то вопросов. Автома, отпускатель, выключатель. Вы просто большой, огромный. Что для вас электросила? Как можно их поблагодарить? Это просто волейбан такой. Ты как хотите так, как вы благодарите? Я лампочки покупаю сюда. Есть в наличии? Ну, для меня есть. Мне очень нравится, что она есть электросила. Я благодарен. Пожалуйста. Я ей тоже благодарен. Благодарен. Ну, не часто такое. Не часто. Удовольствие – это качество от цены и от прелести. И для электричества, и для жизни с электричеством, и для ремонта электрических изделий, и для обработки, и для удовольствия. Есть все в двух местах. Мы говорили об вокзальной 5. Заканчиваем сюжет на Комсомольской 17. Других вариантов быть не может, и это не нужно никому. Потому что зачем? Зачем прыгать, когда не нужно никуда прыгать? Зачем искать, когда искать не нужно? Потому что именно в этом месте вы покупаете то, что нужно и для дома, и для семьи. Да и вообще, давайте все-таки определимся, благодаря кому мы сейчас живем. Благодаря кому мы сейчас живем? Благодаря Владимиру Ильичу Ленину. Электрификация всей страны. Ведь, допустим, если мы вернемся даже на 100 лет назад, всего лишь 100 лет назад, да ничего такого не было в природе своей. Люди сидели и жили при свечах. Вы не забывайте, что электрификация страны – это всего лишь после ГРЛ. Да-да-да. Кто сделал? Кто сделал? Коммунистическая партия. Именно поэтому мы сейчас не платим такие деньги, как платят большие денежки та же самая Турция. Потому что у нас есть электросила. Потому что даже за электричество мы живем и получаем максимальное удовольствие. Оно, конечно, не бесконечно. Но невзирая на то, что электрические приборы здесь не стоят дорого, можно говорить огромное спасибо электросиле за то, что она есть.